Здравствуйте! Сегодня с вами я, Федор Трусов. Сегодняшняя наша тема – административное давление на бизнес. Сколько можно, скажете вы? Действительно. Но в России, в сегодняшней России, к сожалению, это стало уже притчей по языцах. Торгово-развлекательный комплекс «Азовский». Без преувеличения – центр жизни района Зюзина, города Москвы. Очень жалко, что будет закрываться торговый центр «Азовский». Почему? Потому что мы ходим с супругой, с семьей. Сюда достаточно часто и мы посещаем. По-моему, это гораздо лучше, нежели тот дом многоэтажный, который собираются здесь построить. Первое – это «А», что, возможно, он будет закрывать окна к домам, близлежащим. Во-вторых, все огородят. И так проблемы с парковкой, которые имеются сейчас, будут еще большие проблемы. Действительно, если мечеть построить, у нас праздники, сами понимаете, семанские праздники. Там будет Турган-Файран, там негде отмечать. Вот, если мечеть построить, нам будет все массовые праздники отмечать. Было бы вообще здорово, я бы очень рад, мои браки, там все, понимаете, были бы очень рады. Торговый центр существует в районе Дюйзина уже более 8 лет. И представляет из себя совершенно замечательное место. Потому что в торговом центре есть магазины, есть чем заняться и детям, и подросткам, и взрослым, где провести свои выходные. И полной неожиданностью для торгового центра стала проблема с шумом. Шумом от установок торгового центра, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Все 8 лет мы жили и совершенно не позревали, что действительно, те технологические звуки, которые издает торговый центр в свое рабочее время, могут кому-то мешать. Четверский потребнадзор в апреле месяце с помощью лаборатории произвел замеры, которые показали почему-то превышение уровня шума. Хотя наши замеры этого не показывают. Но после этого мы выполнили ряд мероприятий. Вот эта вот приостановка работы вент-систем, это не что иное, как приостановка деятельности объекта. Потому что объект построен таким образом, что без подачи воздуха и обеспечения определенных климатических условий внутри здания пребывать в нем будет то, что некомфортно. Опять же, не будет все это соответствовать требованиям САНПИНов и других норм. Соответственно, мы будем вынуждены объект закрыть полностью. Сегодня у нас в гостях общественная полномочия по защите прав предпринимателей по городу Москве Георгий Волков. Здравствуйте, Георгий. Добрый вечер. Рассмотрим то, что сегодня происходит с торгово-развлекательным центром Азовский. Давайте с вами порассуждаем. Выносят завтра, завтра, послезавтра, на днях выносят решение об административной приостановке деятельности предприятия. Там порядка 800 рабочих мест. У арендаторов, у самого торгово-развлекательного центра. Что будет делать? Что с ними будет? Если взять социальный момент, то 800 рабочих мест, это условно говоря, как минимум 800 семей. Но ни в коем случае это, конечно, не должно быть приостановкой деятельности торгового центра, это не должно влиять на население. Единственный торговый центр в районе, и когда он заканчивает или приостанавливает свою работу, это определенное изменение в жизнедеятельности. Ну это определенный дискомфорт просто, бытовой банально. Тебе негде туалетную бумагу купить, тебе негде сходить в бассейн поплавать. Да, когда вы привыкли заниматься определенными жизненными процессами, и они привязаны к какому-то месту, они вдруг ограничиваются. Естественно, нам это неприятно. Ну 8 лет уже все функционировало, претензий не было. Спустя 8 лет, ну хорошо, окей, ну так дайте предпринимателям спокойно привести в соответствие. Ну если даже что-то не так, они сразу режутся топором. На самом деле здесь универсальный торговый центр, потому что в принципе здесь есть все. От различных развлекательных программ до покупки одежды и продуктов. Дети есть где развлекаться, кушать есть где в принципе, ну все хорошо есть. Около дома удобно, доступно. Есть кинотеатр, магазины необходимые. Торговый центр за все время своего существования стал очень любимым и необходимым для жителей района. Мы получали обратную связь, проводили опросы, жители нас любят, жителей становится все больше приходящих к нам в торговый центр. И мы всегда стараемся слушать и удовлетворять потребности жителей. Когда вдруг неожиданно, под выборы или еще под какую-то социально значимую дату, вдруг массово появляется обращение граждан. Это просто так или нет? В отношении какого-нибудь бизнесмена, предпринимателя, торговой точки, выразделя этого центра? Ну, я не могу вам однозначно ответить на этот вопрос, но скажу так, что все может быть. Естественно, что если какие-то процессы происходят у нас в обществе, в государстве, это кому-то выгодно, кому-то не выгодно. Ну, однозначно здесь нельзя дать такой ответ. Естественно, есть повод задуматься. Скажу больше, что, по моему мнению, контрольные и надзорные органы, они должны в первую очередь делать так, чтобы объект не имел возможность остановить свою работу. То есть, если есть серьезная опасность для жизни и здоровья посетителей, тогда да, конечно. Необходимо в кратчайшие сроки остановить работу и исправить эти нарушения, если они имеют место. Заменены три двигателя, новые корпуса поставлены, которые с меньшим уровнем шума, и дополнительные воздуховоды. Это самое заметное, что сделано. Теперь этот воздуховод позволяет выкидывать, грубо говоря, воздух в другом месте. Они там порядка 15-20 метров длиной, и они направлены в другую сторону от жилого дома. И сейчас готовимся к новым замерам. Готовы пригласить Роспотребнадзор. Не то, что готовы, а настоятельно просим поучаствовать и быть свидетелями того, что происходит, и какие будут результаты. Комплекс уже провел часть действий, направленных на разрешение данной проблемы шума. Уже заявляет о своей готовности максимально все устранить, готовит проект на документацию. Но почему Роспотребнадзор не слышит представителей торгово-розыгрышного центра и ставит задачу исключительно только одну – переостановку? Закрыть все, разрушить и уничтожить – это очень просто. Конечно. Привести все к тем нормам, которые необходимы, при всем при том, чтобы предприятие функционировали. При этом предприниматель бегает и кричит – я согласен, я согласен, давайте я делаю, я уже делаю, я готов устранить. А ему говорят – нет. Он говорит – да как же, как же я, я же готов устранить, хоть что-то, что сделать-то мне еще. Я вот уже сделал, вот я готов сделать, вот что мне еще сделать. В первую очередь всегда должны договариваться между собой, как вы сказали, чиновник, предприниматель, представители общества, потому что в первую очередь они стоят на одной стороне, в одну сторону баррикад. Когда мы говорим договариваться, это ни в коем случае не какая-то негативная коррупционная составляющая. Договариваться – это значит, что чиновник, административный чиновник, Роспотребнадзор и иных контрольных органов должен добиться выполнения предписаний своих. И в этом момент он должен согласовать, когда это будет выполнено, можно ли это вообще разумно выполнить в какой-то срок и так далее. Это нужно сесть и договориться. И в этом нет ничего остыдного. Совершенно солидарен, потому что, еще раз повторяю, что чиновник, предприниматель, любой член общества стоит на одной стороне этих баррикад для того, чтобы наше государство развивалось, для того, чтобы развивался бюджет, для того, чтобы улучшался уровень жизни. Естественно, нельзя противопоставлять между собой эти моменты. И когда об этом, условно говоря, информация об этом дойдет до каждого чиновника, в том числе из контрольных, из надзорных органов и ведомств, жить нам в том числе станет гораздо лучше и интереснее. И уровень жизни серьезно поднимется. Это очень важно. Ну, безусловно, удобно, когда можно и, в общем-то, по магазинам пройтись, и заодно отовариться продуктовым. В Амазонии мы занимаемся фитнесом, и магазин нам нравится. Каждое воскресенье у них проводятся здесь игры какие-то, анимации, что у них еще тут раскрашивают деток бесплатно. Подводя итоги сегодняшнего разговора, хочется сказать, бизнес должен быть социально ответственным. Он должен соблюдать все действие законодательства. Но и административные органы должны понимать, что только бережное отношение к бизнесу позволит нашей стране преодолеть действующую экономическую ситуацию.